Час до главного торжественного момента на площади фонтанов. У здания администрации разножанровый. На сцене выступают музыканты и артисты. По соседству проводят молодежную акцию «Я самый анапчанин». Какой самый анапчане выбирают сами. Кто-то красивый, кто-то нежный или нужный. Автора самой креативной фотографии наградили билетами в кино. Всего несколько шагов и пара минут до большого праздника на главной площади. Город сердцем хранимый. Программа, посвященная главному богатству курорта – анапчанам. Глава города Сергей Сергеев приветствовал собравшихся на площади зрителей, анапчан и гостей курорта. Мы работали на то, чтобы анапчанам и его гостям было комфортно на территории. Мы построили впервые за 20 лет новый детский сад. И скажу, что немногие знают, мы заканчиваем строительство еще одного детского сада. И закончим его в Красном Кургане в этом году. Мы планируем начать строить новую школу. И еще много-много дел. Мы реконструируем скверы. Мы обращаем внимание на наши сельские населенные пункты. А Анапа – это 52 населенных пункта. Я хочу выразить огромные слова благодарности. И сегодня мы с Леонидом Ивановичем будем вручать особо отличившимся людям знаки внимания, поощрения, общественные знаки внимания. Хочу поблагодарить и открыть вам небольшой секрет. Мы делаем открытие и закрытие курортного сезона, практически исключив использование бюджетных средств. Это все делают люди, которые любят Анапу, которые живут и трудятся здесь. Этот год особенный, поступательный. И достижения, о которых говорил Сергей Павлович, можно еще долго перечислять. Но я скажу только о двух. Вы знаете, что в этом году курорт Анапа принял самое большое количество отдыхающих, наверное, за всю историю существования. И это действительно сделали наши трудолюбивые и талантливые анапчане. Самая высокая оценка заслуг жителей города – присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта Анапа». В этом году этого звания удостоен и генеральный директор санатория Анапа Борис Рогозян и дирижер Народного духового оркестра Валерий Степанов. Медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа награждены исполнительный директор предприятия Анапа «Горгаз» Нина Баклина, преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств номер один Марина Кашуба и директор санатория «Аквамарин» Георгий Сингеров. Медалью Краснодарского края «Родительская доблесть» за заслуги воспитания детей вклад в возрождение и укрепление семейных традиций награждена семья Мерещенко. Супруги воспитывают восемь детей. Отметили лучшую и наиболее эффективную работу ТОСов в городе и сельских населенных пунктах. Все победители получили денежные премии благодарности и почетные грамоты главы города. 20 анапчан в этом году заслужили право отметиться на доске почета. Поздравляли в этот день молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые в этом году отметили золотую свадьбу. Поздравили отца первого ребенка, родившегося в день города. Илья Баскаков родился в 12 ночи 18 минут и сразу, став знаменитым, получил подарок главы города-курорта. Официальную часть сменила яркая творческая песенна музыкальная. Впервые на курорте выступил краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота России из города-героя Севастополя. Впечатлили даже искушенных. И на смену исполнителям «Яблочко» вышли артисты кубанского казачьего хора под руководством профессора-композитора Виктора Захарченко. Земляков поздравили творческие коллективы Анапы и для всех, собравшихся на площади, несмотря на прохладный вечер, или дома, у телевизоров, наблюдавших за событиями на театральной площади в прямом эфире нашего канала. Небо над Анапой раскрасил праздничный фейерверк. Субтитры создавал DimaTorzok